В феврале москвичка Екатерина обнаружила на своем теле странную шишку. Обратилась к щелковским хирургам, о работе которых хорошо отзывались соседи по даче в нашем округе. Я пошла на УЗИ, мне сказали, что у меня образование, и прямо через день я поехала в больницу в Щелковскую. Ну, сказали, что надо быстро оперироваться, потому что образование было очень больших размеров. Случай, который произошел с Екатериной, встречается в медицине крайне редко. Но врача-хирурга Николая Иванова это не остановило. Девушка обратилась из города Москвы к нам оперироваться по поводу внеорганной забрюшины гигантской кисты. 20 сантиметров с лишним. Она длиной была и около 10 сантиметров в диаметре. Удалили мы ее лапароскопическим доступом. Девушка поехала к себе домой через 3-4 дня после операции. Щелковским хирургам нужно отдать должное. В период пандемии они продолжают оказывать пациентам плановую помощь. Да еще и вне привычных стен. Сейчас в их родном хирургическом корпусе развернуто ковидное отделение. Несколько сложных операций наши врачи успешно провели в июне. Это две лапароскопические нефрактомии удаления почек, расширенная правосторонняя гемиколоктомия лапароскопическим доступом по поводу осложненного рака ободочной кишки. Симультанная операция по поводу грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, комбинированной с послеоперационной вентральной грыжей. Все удалось лапароскопически сделать. Сложные лапароскопические операции по удалению почек, фрагментов толстого кишечника и пищевода, пораженных раковой опухолью, врачи выполняют на новом оборудовании, которое поступило в Щелковскую областную больницу два года назад. Первое время наших врачей обучали специалисты из Москвы. Сегодня прием пациентов щелковские хирурги поставили на поток. Больных со сложными формами грыж разного рода патологиями консультируют ежедневно. Надо отметить, что за последний год широко в хирургическом отделении стали использоваться билиодигестивные лапароскопические вмешательства, всевозможные лапароскопические пластики и лечение грыж передней брюшной стенки с использованием сетчатых алотрансплантантов в разной степени сложности. В общем, это высокий уровень оказания медицинской помощи, которым мы гордимся. Лапароскопические операции, в том числе установка имплантов, дорогостоящие хирургические манипуляции. Но для пациентов Щелковской областной больницы они выполняются по программе ОМС. В том режиме, в котором сейчас работают медицинские учреждения, наша больница выигрывает именно широтой оказания медицинской помощи. Мы стараемся максимально к себе брать плановых пациентов и оказывать максимальный объем возможной помощи для них. Щелковская больница оправдывает свое название «Областная». Ряд пациентов, ожидавших в своей очереди на госпитализацию в областной клинике, успешно прооперированы в Щелкове. Наши специалисты готовят обоснования для Минздрава о присвоении больницы третьего, наивысшего уровня. Это клиники, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Впрочем, эту помощь врачи оказывают уже сейчас. Михаил Налютов, Валерий Жеглей. Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова